Никаких огромных экранов и кучи проводов, один сервер и периодически вносящий коррективы диспетчер. Так работает приложение «Умный транспорт». В 2012 году на петрозаводские троллейбусы поставили датчики глобальной навигационной системы. Они отслеживали движение транспорта для внутренних нужд депо. Но спустя несколько лет устройство позволили всем горожанам увидеть рогатые автобусы на онлайн-карте. Ну, физически блок ГЛОНАСС – это небольшая коробка размером, наверное, 15 см на 12 см, может быть, 12 см на 10 см. Она у нас зашита в панели приборов. От самого этого прибора выходит только антенна, которая как раз отвечает за ловлю сигнала со спутников. То есть она ловит сигнал и, соответственно, передает уже данные координат на сервер. Сервер установлен в троллейбусном управлении. В автоматическом режиме этот небольшой компьютер обрабатывает полученные данные и отправляет их прямо к разработчикам программы «Умный транспорт» в Рязань. Система простейшая и сбои технического характера случаются редко. Участвуют в работе «Умного транспорта» и диспетчер. В так называемое «окно планирования» специалист вносит информацию о том, на каком маршруте работает тот или иной троллейбус. Для самого приложения движение электромашины – лишь переплетение множества транспортных нитей. И чтобы было понятно, что тут едет, например, единица, а тут шестерка, диспетчер и распределяет все троллейбусы. На этом этапе как раз и могут возникать неполадки. Если что-то вовремя не обновить, то ушедший в депо рейс пропадет с карты, а вышедший еще не появится. В реальности едет, а в «Умном транспорте» нет. Диспетчер внес троллейбус в «Окно планирования» и сейчас он появится в приложении. На нем мы проедемся, чтобы проверить работу «Умного транспорта». Мы вышли на восьмой маршрут. Троллейбус и в виртуальном, и в реальном пространстве двигается синхронно. Значит, приложение работает исправно. Можно и посмотреть, куда будет ехать транспорт и сколько времени на это уйдет. Правда, эти цифры вычисляются без учета пробок и других препятствий, так что расчеты примерные. По такой же системе работают и автобусы. В них датчики тоже установлены не первый год. Их также стали использовать для функционирования приложения. Но есть другая проблема. Самотранспортом заведуют частные фирмы. Поэтому со всеми компаниями приходится договариваться отдельно, рассказывают в городской мэрии. Тем не менее, с большинством перевозчиков контакт уже налажен. 70% от тех, что есть на рынке, сервисом этим пользуются. Поэтому в начале марта, после того, как маршруты 9 и 26 начнут оброжаться, то практически мы за 80% перевалим. Но добровольность соглашений создает трудности. К примеру, недавние сбои, когда с карты приложения пропали все автобусы, перевозчики объяснили техническими неполадками. И проверить эту информацию мэрия не может. К тому же, как по собственной инициативе частники установили умный транспорт, так они могут в любой момент его отключить. Они не должны нам давать никакие гарантии. Здесь это дело добровольное. По закону такой обязанности нет. Ни в каких правоотношениях мы с перевозчиками по этому поводу не состоим. Поэтому это сугубо такие договоренности, скажем так, на честном слове. А онлайн-кассы и терминалы в автобусах установят недобровольно. Сделать это обязывает закон. Если до 1 июля безнала не появится, то транспортников начнут штрафовать. А в устройство в автобусах оплаты по карте, чем в троллейбусах уже пользуются вовсю, откроет для мэрии перспективу создания единой карты для оплаты общественного транспорта. Такой, как тройка в Москве или подорожник в Петербурге. Подобная инициатива только обсуждается, и в ближайшее время нововведений ждать не стоит. Раздумывают в администрации и об установке умных остановок с табло, показывающими маршруты, и время движения транспорта в реальном времени. Но пока останавливает дороговизна. Один остановочный пункт стоит 800 тысяч. Да и вандалы не дремлют. Ведь когда в городе установили стеклянные остановки, их сразу же разбили хулиганы. Данил Чиненов, Владислав Будников, Станислав Шведов, Служба новостей.